Суета, сует Суета, сует Все суета, что польза человека От всех трудов его, которыми трудится он Под солнцем Цинодальный перевод И мы совершенно стандартно эти слова понимаем В том смысле, что очень много мы суетимся По мелочам, дергаемся Переживаем из-за всякой ерунды И много лишних действий предпринимаем Это все абсолютно бессмысленно Ну и хочется дальше произнести Некоторую проповедь на тему Вместо этого надо Богу молиться Надо там добрые дела какие-то делать Нет, это все, конечно, правильно Я с этим полностью согласен Просто у экклезиаста не об этом Что за суета, сует там Если посмотреть в оригинал, то там Хевел, хевалим Хевел, вот я произношу это слово Хевел Я выдыхаю воздух Видимо, звукоподражательное слово Которое обозначает что-то вроде дуновения Вот легкое, как дуновение Мимолетное, как дуновение А почему пустота пустот Или считат щет Или дуновение дуновений Ну, это такая фигура библейского языка Она вошла, вот, скажем, в название мультфильма Сказка сказок Что это такое? Это самая сказка из всех сказок, да Или песнь песни Есть в Библии прекрасная совершенно книга Что это такое? Это самая песенная из всех песен Как титул, скажем, царь царей Еще и ранее он использовался Как обозначение иранского шаха Шахин шах, то же самое, да То есть царь всех царей И что тогда такое? Вот это самое Хевел, хевалим Ну, дальше я не буду пересказывать Книгу экклезиасты Я думаю, что большинство ее довольно неплохо Представляет себе То есть там говорится Вот прожил я долгую жизнь Много в ней было всего радостного и интересного Но в конце я говорю, что все это хевел, хевалим Все это щита, пустота И у нас перед глазами встает образ такого Утомленного жизнью Разочарованного, немножко циничного человека Который говорит, да, все это ерунда Все это пустое А что не ерунда? Нет, ну здесь есть, конечно, всякие слова о том Что вот надо бы Господа бояться Но они как бы не отвечают на этот вопрос Потому что Господа бояться Это же некоторый принцип жизни Это не наполнение жизни повседневной Вот я сегодня встану И с самого утра начну бояться Господа После обеда продолжу Не так же Я сегодня встану и буду делать разные вещи Все они хевел, хевалим То есть все это зря и впустую Надо бы мне лечь где-нибудь отдохнуть Потому что я все равно лишь устану от этих вещей Они мне ничего не принесут Слушайте, Библия этому не учит Вот совершенно точно Еще раз Слово пустота, оно может иметь отрицательное значение И достаточно часто это слово хевел Оно обозначает то, чего на самом деле нет С щита можно перевести Ну, например, идолы Это, конечно, они очень даже себе не дуновение ветра Они такие мощные Из камня, дерева, металла и так далее Но они пусты В том смысле, что в них нет никакого наполнения И мне кажется, что, конечно, слова экклезиаста Можно понять в разных смыслах Но один из самых верных и точных смыслов Все то, чем мы в жизни занимаемся Радуемся, добиваемся успеха Оно не дает какой-то твердой основы Это пар, идущий изо рта Не случайно, как определяли с древнейших, причем времен Чудо всякой там медицинской аппаратуры Жив человек или нет Подносили отполированное зеркальце к его носу и губам Если он дышит, оно чуть-чуть запотевало В нем еще был этот самый, говоря на библейском языке, нефеш Дыхание, но была, точнее, потому что она женского рода Вы врите Но одновременно это и Эбель Вот то самое легкое дуновение Которое вылетает из его устали, из его носа И мы прекрасно понимаем, что человек, особенно в старости Экклезиаст явно старик Он осматривает свою жизнь уже с высоты пройденных лет И готовится к смерти О чем он в конце говорит прямым текстом Так вот он говорит, насколько это все дуновение Но ведь дыхание это невероятно ценная вещь Мы говорим, вот я дышать не могу Это значит прям вот совсем все плохо Или мы говорим, вот глоток чистого воздуха Вот особенно в эпоху пандемии К сожалению, многие люди поняли, что это такой глоток чистого воздуха Когда они не могут надышаться И умирают от того, что не могут надышаться И мне кажется, что эти слова Экклезиаста можно понять еще не только в том смысле Что это все пустое, в смысле оно ничего не дает Вот все эти достижения, удовольствия, занятия Ужасно интересно, ужасно выгодно, ужасно приятно Это все пустое Но это еще и ужасно хрупко Вот жизнь это очень хрупкая вещь И человек, он выстраивает свои какие-то дела Опять-таки, или работу, или там бизнес свой В древности не говорили бизнес, ладно, там торговлю, ремесло Или свои какие-то частные дела, или просто живет ради удовольствия И вот это все дыхание, которое прекращается в один прекрасный момент Презирает ли это Экклезиаст? Мне кажется, нет Если почитать книгу, он будет говорить вот еще в третьей главе Что время рождаться и время умирать, кстати Вот сейчас время умирать подошло Время убивать и время врачевать Время сетовать и время плясать Время разбрасывать и время собирать камни То есть, когда он это говорит, это не значит, что это все ерунда Как же тогда время одному и другому Он говорит, что в жизни есть место самым разным вещам Причем он там указывает и действия, и какой-то труд, и удовольствие, и настроение, и состояние Просто оно все как дуновение, как дыхание И вот однажды это дыхание прервется Мне кажется, вся книга об этом Хотя, конечно, те, кто понимают ее как книгу о пустоте В том смысле, что в этом нет ничего хорошего Ну, тоже они опираются на давнюю традицию истолкование Но если бы только это, мне кажется, эта книга не вошла бы в Библию Поэтому Хевел Хевелим Вот в переводе российского библейского общества Пустая от щита Пустая от щита, сказал проповедник Пустая от щита, все пустое Все-таки, мне кажется, тоже не хватает От вот этой легкой мимолетности А как лучше перевести, я не знаю Внеси свой вклад, оцени, подпишись И поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!